Привет, меня зовут Хатуна, и мы продолжаем коротко рассказывать о важных вещах. Начну с вопроса. Если ваш ребенок выберет путь, который непонятен ни вам, ни обществу, можно ли его за это убивать? Если вашего ребенка будут унижать, избивать, калечить только за то, что он отличается, как вы к этому отнесетесь? Все мы равны по умолчанию, с момента рождения, равны перед Богом и равны перед законом. Религия в ее правильной трактовке учит людей терпимости, прощению и покорности. За последние десятилетия из-за трансфобных и гомофобных настроений в Грузии погибло и пострадало множество людей. 11 ноября 2014 года в собственной квартире была убита трансгендерная женщина Саби Бериани. 22-летняя трансгендерная женщина Бьянка Шигурова была найдена мертвой у себя дома в феврале 2016. Осенью того же года от полученных ранений и травм скончалась трансгендерная женщина Зизи Шакеладзе. 24-летнюю Лику прямо из морга доставили на кладбище, хоронил ее только дедушка. В позапрошлом году мужчина убил в массажном салоне трансгендера из Таиланда. В 2021-м сосед пытался склонить лесбийскую пару к сексу, а получив отказ, сильно избил девушек. В том же 2021-м, 5 июля, на улицах Тбилиси случилось побоище. Радикалы, вышедшие на акцию против марша достоинства, избивали всех, кто попадался на пути. Время от времени появляются сообщения о нападении на молодых ребят за серьговухи. Это лишь часть того, к чему привели нетерпимость в обществе и равнодушие системы. Разве это про христианство и гуманизм? По данным Международной ассоциации ILGA Europe, Грузия занимает 35 место в рейтинге дискриминации ЛГБТК плюс за 2022. В списке в общей сложности 49 позиций. В его топе самые лояльные страны, в хвосте, до которого почти опустилась Грузия, нетолерантное общество. 17 мая мир отмечает Международный день борьбы с гомофобией. Уже десятый год представители ЛГБТК и сообщества Грузии не могут свободно его отметить. В этот день в 2013-м в центре Тбилиси радикалы разогнали акцию в защиту прав сексуальных мишинств. А год спустя Грузинская Православная Церковь провозгласила 17 мая Днем Святости Семьи. В Грузии в последнее время ультраправая повестка проталкивается под эгидой государственной политики. Антизападная риторика замаскирована под защиту традиционных ценностей. Европа представляется как некая однородная масса, где у детей есть родитель один и родитель два, а в США свирепствует гей-пропаганда. В противовес приводятся семейные ценности, в которых действительно нет ничего плохого, но они оказываются заложниками гипертрофированного традиционного нарратива, который склоняет людей к жестокости. Разве это коррелируется с ценностями? Радикалам стало настолько комфортно, что они смело инициируют дискриминационные законы российского типа. Пару недель назад гомофобная партия «Консервативное движение», основанная прокремлевским «Альтинфо», внесла в парламент списанный у Госдумы закон о запрете пропаганды ЛГБТК. И хоть его в итоге не приняли, о поддержке правительства свидетельствовали заявления большинства депутатов от правящей партии, а также открытая пропаганда, развернутая на государственных каналах. Да что уж там. В начале мая премьер-министр Иракли Гарибашвили призывал уважать волю большинства на конференции консервативных политических действий в Будапеште. Туда он поехал в преддверии решения о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. Оно зависит от того, насколько качественно Тбилиси выполнит 12 рекомендаций Еврокомиссии. Одна из них призывает усилить защиту прав уязвимых групп и укрепить гендерное равенство. Оправдывая ультраправые настроения, просто вспомните Иран. В середине прошлого века это было свободное государство со счастливыми людьми. Сегодня это тоталитарная система с полицией нравов. Радикализм опасен в любом его проявлении, независимо от того, по какую сторону баррикад мы находимся.